и снова мы в эфире и опять без предупреждения я извиняюсь застрял немножко в секторе команды ливерпуль потому что мы с ними не виделись ну очень много лет я помню еще джонни когда мы было 11 сейчас совершенно взрослый парень очень приятно с ними пообщаться мы идем в сектор команды мальки как вы это видите там это написано они кормятся потому что у них принципе осталось сколько у них осталось ну час у них остался до окончания окормления надеюсь что я не сильно помешаю сектор 18 для истории кормление в разгаре здравствуйте всем продолжаем работать в прямом эфире не ну вас сейчас есть здравствуйте вам не ну чё тут болтать то вот калану ушел алла у нас была первая трансляция вообще в истории на английском коротко я алла на соревнованиях которые любят клубы строфиш всем спасибо до свидания кеша уже подсоединился наш главный судья все всем известно с этими секторами какая проблема слишком много воды мы просто не достаем далеко до пробки порядка 190 метров всем как бы 190 метров то есть если сюда встал дима лавриненко есть шанс был бы шанс маленький маленький на 140 метров быть три метра глубины извините не знаю как бы было бы очень холодно то было бы плохо но сейчас за них вот это не холодно сегодня вчера а ну да потеплело принципе да ты прав облака красивая у вас секторе ну вода уже скорее всего уже в дальнейшем и не успеет нагреться расчет какой-то небольшой шанс на изменение погоды на шторм может быть это что-то бы поменял я не могу понять чем дело в том что вот за вот этой травой вот туда дальше да там где находится 25 24 до 3 там просто ураганный ветер и волна а у вас как бы то есть у вас получается что вот эта коса ветер вам трое места были вон там да нет там уже всех ну он был вот воды я помню там где стали по-моему белорусы сняли за камышом великим до них по до камыша еще было место тогда не ловили 6 не как александр жерняков и александр геннадий жерняков спрашивает где сало не скажу как это как это темно украинская ночь на сало лучше перепрятать нас смотрят 13 человек можете вы вы хотите чтобы сало показали на этот прямом эфире не обрезанное сало вы чё да нет мы не подкупные судьи мы ничего не покупаем вы ничего не продаете кроме птицы у вас такой скромный лагерь всего две палатки у нас это много это даже маленький о военный я надеюсь он по мне не больнет так что вот так у вас не смывают как бы принципе еще получается полные сутки до больше даже получать чем полные сутки я понимаю конечно что результатов прошлого года нам не видать как а то пришибет не видать как своих ушей сейчас получает вот как раз сейчас и самая ситуация когда одна рыба даже небольшая рыба может команду подкинуть на второе третье место просто почему там между первым и вторым большой разрыв я согласен там много но до этого я там посмотрел там у многих команд разница 100 грамм 200 грамм то есть если ты берешь карпа на восьмерку например у тебя минимум шесть-семь команд и сразу задницу загоняешь да опять наши братья день а ты вот про этих я денька не бросай сети но они наверно что я все-таки в траве не потому что скажем у михая они там ему конкретно сделали чем просто террор потому что у него бухта у него двух сторон выступает камыши и они поставили поперек вот края до края камыши то четко ему закрыли полностью выход на воду кого-то он ищет похоже а ребята похоже больше километра длиной начиналась но самое обидно что они поставили метров семьдесят от берега просто не успели даже смогать потому что может какой-то из дурных рыбаков вышел на воду и его ветром унесло они его ищут не знаю но но никогда вы же не кружатся над кинера там почему-то это военное да да ищет на кого торпеду скинуть ладенько все ребята спасибо вам ребята продолжаем не хвоста не чешуи работам тем же ночью не спим едим сало ладно а я двинулся в сектор номер номер 19 правильно там всем спасибо кто смотрел до свидания спасибо 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 Продолжение следует...